Здарова, пупсики! Сегодня вместе с вами посмотрим видос от Алекс Русса про блокировку серии Metal Family и веб-анимацию под угрозой. Мы знаем, в чём дело, что такое случилось и разберёмся. Поехали! Мир вам! С вами любитель хорошей музыки и анимации с ником Алекс Рас. Я жив, почти не умирал. В сегодняшнем видосе моё приветствие звучит как никогда иронично, ведь мультипликация, которую мы безумно почитаем на моём канале, кстати, не забывайте подписываться, находится под угрозой как раз. Оно весь канал? Metal Family посвящён, кстати, или нет? Мультипликации. Сказал, любимая моя мультипликация. Любимая, конечно. А, нет, там разная. Я вижу, вот ещё босс есть, дух общаги. Ну да, ну не всё. Всё, что мы смотрим на реакции. Хорошей музыки. Ситуация давняя, однако покоя она не даёт мне до сих пор. Но обо всём по порядку. 4 марта, во время стрима Алины и Димы, кто-то из подписчиков заметил, что со второй серии второго сезона что-то не так. Как оказалось, теперь она недоступна для зрителей в России, а всё из-за песни TNSHSD. Это стало известно из-за официальной телеги авторов, где Алина также пожаловалась, что у неё уже нет никаких эмоций по этому поводу. Давно известно, что ребята не монетизируют русские серии мульта, и на такую жертву они шли исключительно... Так они и английский, получается, не монетизируют. Ну, потому что они же музыку не меняют, я так понимаю, в английских сериях. Я просто никогда их не смотрела. Ну типа та же получается. Они там просто перевод меняют, правильно? То есть озвучка будет на английском, там, либо на испанском, ну, на иностранном какие у них там. Но не во всех сериях есть авторские песни, да? Да, не во всех, но в некоторых есть, и тогда, ну, обычно просто... Знаешь, какая самая обидно потерять? Вот десятую. Ага, вроде десятую заблокировали. Заблокировали? За что, за апокалиптику? Да. Там уже была композиция апокалиптики. Вроде вот за неё, да? Наверное, не знаю. ...ради возможности использовать любимую музыку. И ведь действительно, многие эпизоды не смотрелись бы настолько целостно без песен Bon Jovi, Twisted Sister и многих других композиций, млекающих тут и там на протяжении поистояния. Даже самый первый клип смотрелся бы куда хуже, если бы в нём играла не оригинальная песня, а вантазия, а какой-нибудь постный кавер. И самое забавное заключается в том, что деньги с этих серий шли весьма большие, но их получали не авторы, а правообладатели. Так что Алина и Дима осознанно занимались благотворительностью. Если что, если кто не знает, доход на ютубе работает так, что креатор получает деньги не с просмотров видео, а с просмотров рекламы, что туда вставляет сама платформа. И чуть больше года назад, ютуб отключил показ рекламы в российском регионе. В связи с этим, правообладатели перестали получать свои выплаты с просмотров. И как считает Алина, это несправедлилось, по всей видимости, их бесконечно возмутило. Так что они решили вообще запретить показ своей музыки на территории России. Нет, это не поэтому, это вообще не связано. Им на самом деле... Это совпадение, что в этот момент просто пришли нарушения. Там, короче, есть автоматическая проверка контента ID, и бывает часто такая тема, что ты вот сидел-сидел, тебя никто не трогал, не трогал, не трогал. Слышь, сидят такие чуваки, очень известные, с хорошими бабками, они такие, в России отличают монетизацию. Они такие, капец, мы сегодня не получим свои, там, 5000 долларов. Тем более, если учитывать количество... Я ж так обеднею от этого. Тем более, если... Всё! Я, короче, сейчас кину им жалобу, чтобы прекратили мои песни использовать, если они не платят. Там, тем более, такой прикол, что, в принципе, смотреть всё-таки основном зарубежную музыку, слушают за границей, и, на самом деле, трафик от русскоговорящей аудитории, тем более территории России, потому что в других же странах, где есть русскоговорящее население, допустим, в Беларуси, да, вот мы живём, у нас никакую монетизацию не отключали. То есть, включи ролик, у нас показывается реклама, да, там не такой большой доход. То есть, я думаю, просто такое совпадение получилось, и из-за того, что есть большие... То есть, смотри, мы же отключили не сразу, когда война началась, отключили монетизацию, а через год, получается, даже чуть больше года. По логике они должны были сразу, как Ютуб только эту новость сказал, всем рубануть. Но они, видишь, год чего-то сидели и ждали. Это проблема в самой системе контент-оди, то есть, Ютуб не совершенно работает. Он может сразу прислать себе жалобу, может через год, то есть, как сама система сработает. У нас такое было с роликами. И, например, у нас эти ролики не заблокировали, у нас же тоже там авторские песни звучат. А это рандом. А бывает так, допустим... А бывает заблокируют. Бывает, выходит какой-то ролик, а мы, допустим, делаем на него реакцию, и делают какие-то другие тоже реакционеры, ну, реакцию на такой ролик, извиняюсь. У меня за количество слова реакция, но неважно. И, допустим, у всех нормально, всё выходит, а нам пишут, ваш ролик недоступен во всех странах, например, или там заблокировано. И ты просто его не можешь выложить. И ты такой, почему? И бывает такое наоборот, когда, допустим, ты можешь выложить, а какой-то другой реакционер, ты читаешь у него там по сообществу, он пишет, у меня не могу выложить, потому что заблокировали. Рандом. То есть, ну, так вот по-тупому работает. Бывает такое вот, что у нас заблокировали, а оригинальный ролик спокойно висит. Бывает, тебе кинули страйк, жалобу, допустим, на какой-то ролик, на реакцию, а оригинальный ролик не трогают. Это надо отнести просто несовершенство Ютуба. Да, они, видишь, как просто работают, бывает, что действительно ролик очень давно снял, и тебе там через год, через два какое-то приходит оповещение, что оказывается, ой, мы забираем там у вас монетизацию, или там мы забираем, АП-шку вешаем, или вообще блокируем. И ты такой, вспомнили, блин. Ну, то есть, так он просто работает. Когда же она предположила, что если так поступили с одним эпизодом, то, вероятнее всего, его судьбу повторят и остальные. И, как бы печально не было этого признавать, создатели оказались правы. Таким образом, под блокировкой оказались... Оно просто потому, что канал уже пошел по проверке, и оно бывает так часто, что ты сидишь, 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 а потом тебя пачка и на кучу роликов прилетает. Потому что просто именно как-то твой канал пошел бы на проверку. И поэтому они, естественно, как один зацепили, и пошли... Просто канал, ролики, они со временем просто заново проверяются. То есть, система как-то работает, что они, типа, один справились, потом с какого-то времени проверяются, потом снова начинают проверки повторные. То есть, я думаю, все было нормально, а потом они такие... Ой, нет, знаете, у вас тут какие-то такие плохие маты, давайте мы вам впихнем желтуху. И ты такой... Вспомнили. Нормально. Возвались. Десятая серия первого сезона за самую культурную сериалу-песню Where's Gonna Take It. Ранее упоминаемая вторая серия второго сезона и одна из версий недавней четвертой серии. Если рассматривать ситуацию с точки зрения лейблов и корпораций, то все это, конечно, логично. Однако, максимально несправедливо по отношению к творцам. И я сейчас не только про авторов Metal Family, речь идет про всех. Ну, они, получается, как работают? Ты хочешь, типа, пользоваться их музыкой, ты должен выкупить право на использование за очень большие деньги. Либо договориться с правообладателем, то есть, примерно... Ну, выкупить, в смысле договориться, только выкупить. Ну, не знаю, к примеру, пишешь ты автору и говоришь, можно я ставлю в себе... Какому автору? Смотри, какой автор. Я гипотетически говорю. Ну ладно, хорошо. Он может тебе дать бесплатно возможность использовать её, а если ты говоришь, типа, у меня такой канал, смотри, вот, ему понравилось, бери. Гипотетически, да, но ты пишешь, очевидно, людям-исполнителям, которые давным-давно всякими лейблами и корпорациями, которые будут, типа, тебе на твои сообщения отвечать на письма. Конечно, нет. Ну да, ага, и такие, ну да, конечно, бесплатно... Нет, ты можешь... Нет, я просто говорю, как это работает. Ну, в такой ситуации ты можешь только купить... Если ты просто ставишь себе... Купить за очень большие деньги. То в любом случае тебе могут в любой момент за авторское право предъявить. Ну, я говорю, что купить за очень большие деньги. Если ты без спроса это взял. Есть такая ситуация, насколько я знаю, тоже с каверами, допустим, даже если кавер ты ставишь, они могут, допустим, часть заработка забирать себе авторы. То есть, потому что, типа, как кавер считается, могут посчитать это как за отдельное произведение и не трогать. Тоже рандом YouTube так проверить. А можешь проверить, как оригинальное произведение, допустим, что-то похожее, и отдавать часть заработка автора. Это ещё есть такая тема, знаешь, многие говорят, типа, я не нарушаю правила добросовестного использования на YouTube. Это когда ты берёшь какой-нибудь кусочек ролика, вставляешь себе в ролик, да, там, типа, 5 секунд или сколько-то, 15 секунд, и говоришь, я не нарушаю правила. Но на самом деле ты не нарушаешь правила YouTube. YouTube такое допускает. Да, YouTube. Но есть правила международные по авторскому праву, да, там, где ты можешь использовать одну картинку, вставить себе и уже загреметься в суть за это. Да, 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 автор этой картинки может просто сказать, что ты используешь мне картинку в своём видео, мне это не нравится. Понятно, ты не правила YouTube нарушаешь, а тогда конкретно там человек, либо какая-то компания до тебя доколупались. Вот. Так. Авторов русской веб-анимации. YouTube становится всё менее надёжной площадкой. На ней становится всё сложнее продвинуть свой авторский проект. А главная проблема заключается в том, что особых альтернатив нет. И вот в этом видео мы много будем говорить об анимации, о музыке и о творчестве в целом. Они это делают, потому что нужно деньги зарабатывать. Ну, то есть, типа, если они не будут чекать всякие жёсткие вещи, либо не будут чекать, допустим, вот это авторское право, к ним не будут приходить хорошие компании, богатые, которые будут нести им деньги. А они хотят зарабатывать. Поэтому все вот эти правила, которые сейчас есть в YouTube, там, касаемо, там, монетизации, например, там, что нельзя много матов, безопасность детей, там, я не знаю, какие-то там контенты для взрослых, ещё куча всего. Это делают они не потому, что они такие прям зайчики и хотят, чтобы всё было няшно, и только для маленьких деток, чтобы мне было страшно смотреть. По сути, им пофиг. Они это делают, чтобы сохранять хорошую репутацию, и чтобы все эти компании нормально взносили деньги и покупали рекламу. В целом, и огромный спектр эмоций вы можете получить не только при прослушивании рока или просмотре Metal Family. Зафиксировали. YouTube стал ненадёжной площадкой, альтернатив которой нет. Почему так? Недавно у Татруба сменилось руководство. За эти три месяца новый директор Нил Махан, вот он, кстати, смягчил правила по использованию нецензурной лексики в роликах. Благодаря этому, контент-мейкеры теперь могут не так сильно бояться возможности получить демонетизацию за три месяца. Не, ну почему вы так дома? Почему вы так подумали? Почитайте внимательно. Ладно, давай, подожди, подожди. Посмотрю, что он скажет, потом скажу своё мнение по этому вопросу. Матерных слов на часовой видеоэссе по тому самому проекту, о котором мало кто знает. Времена желтых... Давай, по поводу желтой монеты, Вадим, выскажись, по поводу этого правила. Просто были правила такие, что типа можно, допускается использование какого-то количества мата, небольшого, да, раньше было. И грубых слов ещё не забывай, грубые слова же ещё есть. Позднее 15 секунд ролика, то есть до 15 нельзя было использовать вообще. И в названии нельзя использовать, и в значке видео нигде. А после 15 можно было, но чуть-чуть. Сейчас же просто они сократились, сделали до 7 нельзя секунд. Секунд, да. А после 7 можно столько же, тоже в маленьком количестве. А все что-то булки расслабили. А почему-то все думают, что типа... О, всё, можно матюхаться, там, вообще как у пленов, там, лить или там мормок такого вот прям... Нет, не можно. Ну, типа не можно, ничего там особо не изменилось на самом деле. Ну, если так понимать, как вы считаете. Показ рекламы на территории России. Да и не стоит забывать, что на ютубе до сих пор существует какой-то выборочный перенос анимационного контента в раздел для детей. Учитывая, что автор чётко и ясно указывает взрослый возрастной рейтинг. В Рунете подобных случаев я не встречал, но те же рекапы от Каса Ван де Поля апеллируют большим количеством буфонада жестью, как раз, чтобы оставаться в нормальном разделе. Ибо если ты попадаешь в контент для детей... Да, я думала, они делают, он это делает, потому что у него типа стиль такой, анимация. И он такой, специально добавлю кровяки, чтобы, не дай бог, меня в ютуб кит не запихнули. Я думаю, нет. Чем больше кровяки, тем больше кит забудешь. Да, боже, смотри. Вау, круто, кишки, сиськи, маты. Не, ну, я думаю, что на самом деле он так делает не потому, что он хочет как-то правила ютуба обойти, а просто, ну, у него стиль такой. Типа у него каждый ролик из этого состоит. Но я не знаю, может, он где-то, конечно, писал в сообществе, что типа я специально распрасываю кишки, чтобы не попасть в ютуб кит. Это сразу минус комменты, минус продвижение, минус еще дохерище всего. Так что радует хотя бы это небольшое приятное изменение по поводу меньшей цены. Подожди, а почему продвижение меньше от ютуб кит? Если бы было маленькое продвижение, тогда бы ролики на ютуб кит, ни хрена бы не были такие огромные просмотры на них. Наоборот, очень большое продвижение, просто оно как раз таки продвигается среди китсов. Да. А как мы знаем, китсов очень много в интернете. Ну, просто, может, китсы такой не будут смотреть, китсы могут посмотреть какого-нибудь там, как сделать слайм в виде хаги-ваги и потом воскресить с Человеком-пауком, а такого рода контент мне очень интересно, может, поэтому не продвигается. Я не знаю, китсы чего только не смотрят. Потому что в основном продвижение работает за счет времени удержания ролика, то есть, насколько человек долго смотрит твой ролик, да, и клики вроде на превьюшку, ну, типа, в принципе, сколько человек нажало на ролик. Вот от этого, по-моему, зависит сейчас. Не от того, что там комментарий кто-то написал, вот именно такого. Но даже несмотря на улучшения, другие проблемы все еще остаются. Из-за того, что лейблы вроде Sony Entertainment и Warner Music ушли с российского рынка, все видео с использованием музыки, принадлежащей им, начали блокироваться. Для имфи это не такая большая проблема, потому что аудитория мульта в любом случае будет продолжать смотреть контент, выходящий от Алины и Димы. На ютубе он, возможно, будет выходить с каверами от Алекса Васа, хотя не факт. Но вот во ВКонтакте серии можно посмотреть с оригинальными песнями. И, в принципе, ситуация... По поводу ВКонтакте и оригинальных песен, я помню тоже нам... ВКонтакте тоже блокируется. Я помню, мы на Твиче давно еще смотрели аниме. Блокируются и песни блокируются, и видосы блокируются. Потому что, помню, что мы смотрели на Твиче, просто собственный опыт. Мы смотрели на Твиче аниме, и потом записи какие-то архивные, помню, заклевали ВКонтакте. Чтобы потом кто-то захочет посмотреть их, чтобы они глядят и ВКонтакте. У нас там столько всего поблокировалось. Вообще дофига всего заблокировалось. Теперь песни боя себе тоже туда отклаживаешь, чтобы потом послушать. Недоступно, недоступно. Причём это было до войны, до санкций, до всего этого. Ну, то есть, реально, там тоже есть АП-шки. Ну, типа, может быть, я просто не знаю, сейчас я в ВКонтакте не сижу. Может быть, они сейчас, типа, раз за того, что там у них санкции, они типа, говори, всё синим пламенем, всё разрешаем, всё теперь доступно, нам пофиг на АП-шки. Так себя ведут, я просто не знаю. Ситуация для Metal Family не так страшна. Хоть в будущем есть вероятность, что заблокируют и остальные серии, что уже действительно стрёмно. Вдруг все лейбы начнут просто массово валить с нашего рынка. Проблема заключается в том, что вся русская веб-анимация по этой причине находится под угрозой, ведь маленькие веб-проекты зачастую не могут. Ну, почему? Если посмотреть, допустим, тот же Феникс-анимация Духа-общаги, я насколько знаю, они не используют, ну, авторскую вроде музыку. Они же вроде сами себе пишут проект. Я, насколько знаю, есть какой-то проект курьера этот черно-белым показывал, ставку, мы, кстати, на реакцию не смотрели, но я слышала, что он тоже сам пишет композиции. То есть, если ты полностью 100% делаешь сам, тебе никто не имеет права никакого доколупаться, очевидно. Понятное дело, что в Metal Family очень важный аспект на музыку, потому что, ну, типа, семейка металистов, да, они используют только эти композиции. А по своей хотели именно вот эти всё. Да, да. Именно их хочу. Конечно, ты с этим сталкиваешься. То есть, ты если любой ролик делаешь, и тебе нужно определённое видео вставить, любую композицию, то всё, ты должен как бы быть готов, потому что ты рискуешь, что тебе могут ролик заблокировать. Ну, просто элементарно не дать доступ, потому что есть правообладатель этого, не знаю, право интеллектуальной собственности. Позволить писать музыку самостоятельно. Обычно начинающие авторы с пока что небольшими проектами берут музыку из интернета, и так бывает, что песни, обалденно подходящие по смыслу, оказываются с авторскими правами. Понимаю, понимаю. Они используют рецентированную авторскую музыку, потому что другого выбора банально нет. У них нет композиторов. Поэтому, я извиняюсь за паузу снова, поэтому, когда смотришь кинем блогеров на Ютубе, у всех примерно не те же песни в видео, потому что все берут их с фонотеки Ютуб. Ну, и самые такие мажоры могут подписку сделать на какой-то Epidemic Sound и оттуда брать, получается. Потому что, ну, выбора особо нет. Epidemic Sound тоже какая-то фигня, на самом деле. Тоже надо долго искать, непонятно чего. Сложно, ну, не знаю. Ну, мы с тобой не пробовали. Слушай, знаешь, бывает иногда даже на фонотеке Ютуб, но ты видишь, что он такой алмаз. Что-то прикольно. Нет вокалистов, нет материальных средств, чтобы кого-то нанимать, и всем нужно с чего-то начинать. Как когда-то свой путь запустили Metal Family, с того, что они использовали авторскую музыку для передачи атмосферы, идеи и посыла, для того, чтобы интересно рассказать сюжет. Ребята использовали музыку с авторскими правами в первую очередь для того, чтобы передать стилистику этого мульта, чтобы передать настрой. Это важный элемент их мультсериала, то, с чего растет в Metal Family. И в будущем такой проект, скорее всего, создать уже не получится, как раз из-за ограничений. То есть, предположим, если кто-то захочет создать нечто подобное, где музыка будет играть большое значение для сюжета. Да что он уже говорит, вспомни какую-то ЛПшку и пятерку. Он или как все выясняли отношения за этот свой бит или что-то еще. А тут уже говорится про корпорации такие крупные. Конечно, проблемы будут. И потому вся постановка и режиссура просто будут страдать. У авторов буквально отнимают возможные самовыражения за счет музыки и повествовательных приемов. Без них и анимация не будет такой полноценной, ибо музыка это не просто прикольненькие песенки, играющие на фоне. Это половина всего восприятия от общей картины. Она крайне сильно влияет на восприятие сюжета, на постановку сцен, да и в целом на все происходящее на экране. Включите любую анимацию с музыкой и без, и вы сразу поймете, в чем разница. Песня выступает как прием, что подчеркивает особенный момент среди остальных. Она передает авторское видение, чувствует героев, может снести важное сюжетное значение. И отказываться от настолько важного режиссерского приема люди не хотят. И вот что делать в таком случае не совсем понятно. Менять композиции на что-то похожее? Ну тогда вся суть начинает теряться. Надо собирать каких-то, обрастать друзьями, музыкантами, которые будут тебе максимально... Ты думаешь, у них нету друзей-музыкантов? Мне кажется, куча друзей-музыкантов, разве нет? То придется просто собирать, делать каверы максимально похожие на оригинал. На каверы не доколупаются, что тоже вот... Нет, ну переписывать полностью. Ну к каверу сложнее доколупаться чуть-чуть, но в смысле переписывать, все равно может быть это уже будет... Ну получается это гораздо больше... И так они кучу сил тратят на анимацию, на озвучку, А теперь еще тебе придется париться полностью музыкальным сопровождением, это же... Ну у тебя выбора нет другого. Ну либо так... Либо ты ставишь авторские песни, получаешь блокировку вообще, вся работа коту под хвост, либо придется еще больше работать, но хотя бы что-то получилось. Ну может какие-то... Сейчас же проект все больше и больше развивается, много людей привлекает, может просто будут какие-то даже добровольцы-энтузиасты, которые будут помогать с композициями. Если все же использовать музыку, которую хочется, то мульту грозит так и остаться незамеченным, ибо он попросту окажется заблокированным. Причем использовать музыку... Главное не уходить в контакт. С Ютуба. Ага. Это как эти все... Это как типа, я бросаю Ютуб, ухожу в контакт, вот тогда точно хоронишь канал вообще полностью. Ну Ютуб, понятное дело. Какая-то часть аудитории с тобой перейдет, ну и все. То есть там нет таких систем рекомендаций, чтобы ты как-то дальше рос. Мне кажется, могут еще так же музыку заблокировать. Ну то есть раньше, по крайней мере, блокировать могли точно. Тем более. Раньше точно блокировали разные авторские вещи. С авторскими правами это неплохо. Нельзя говорить что-то типа, вы там совсем офигели бесплатно использовать музыку в своих проектах. Начнем с того, что она не бесплатная. Люди жертвуют таким образом монетизацией, продвижением во благо своей идеи. Это нормально. Подожди, а почему продвижением? А почему ты продвижением жертвуешь? Как авторская композиция влияет на продвижение? Продвижение никак не влияет. Никак не влияет. Я же говорю, на продвижение влияет конкретно активность твоей аудитории. Ну то есть типа, если у тебя хорошо аудитория смотрит, ну с рекомендаций люди приходят, все хорошо очень смотрят твой проект, офигенно все продвигается. Если мультик офигенный, то есть твоя аудитория полностью его смотрит, сначала до конца, значит у него хорошее удержание. Система понимает, что такой ролик можно рекомендовать для своего высокого удержания. Да, и он начинает рекомендовать его. И начинает рекомендовать максимально похожие аудитории, и те тоже с очередью смотрят, и история постоянно растет. Да, и на ролик цепляет кучу-кучу-кучу просмотров. Ну композиция получается, там есть авторская, не авторская, она не влияет. То есть если у тебя, допустим, там монетка, красный значок перечеркнутый, да, и написано, допустим, вы не получите доход от этого ролика, все правообладатели разрешают вам использовать этот ролик, например, да, но это красный значок получается. Никак он на продвижение не будет влиять, ну типа серьезно, не будет. Желтый и красный значок, в принципе монетизация не влияет на распространение ролика. Да, это были какие-то типа теории заговора, что корпорациям невыгодно, какая им разница? Корпорация невыгодна, если у тебя стоит желтый значок, значит нет рекомендаций на ролике, значит он больше не набирает. Вообще-то они получат деньги, просто получишь деньги не ты за монетизацию, а человеку, чью композицию ты использовал. Типа им все равно. У нас отключили рекламу, это не значит, что мы должны еще страдать и из-за этого. Наступили тяжелые времена, и сейчас мы гребем их последствия. А с желтухой, кстати, я извиняюсь, что тоже хочу добавить, там тоже говорится по ограничению, ютубу невыгодно, но мы смотрели на наших роликах, в которых у нас есть, допустим, желтуха, они великолепно продвигаются с очень хорошими просмотрами, просто зависимостью от самих зрителей. Если они хорошо смотрят, ютуб их также продвигает. То есть желтые не влияют. Это просто у людей начинается как-то суеверие, знаешь, они связывают, ролик плохо набрал, желтая монета, все, совпадение, все, это желтая монета. Значит, если желтая монета, значит плохо это влияет. Все, а вот у меня уже два раза так совпало, это так и есть, желтая монета влияет на распространение. Мировой кризис касается всех отраслей, включая даже в эпонимацию. Казалось бы, творчество, что должно оставаться независимым, все равно подвергается ужасным последствиям, по сути, из-за политики. И это Максим... Да в смысле из-за политики? Тут как раз-таки не политика. Тут конкретно есть правила этих вот корпораций. То есть, ну блин, элементарно просто они попали под проверку. Я понимаю, почему они, ну так вот считают, вот Алекс раз получается, да, мы его почему-то русский всегда называли, извиняюсь, вот, считают, потому что типа вот компании ушли, у них нет дохода, и поэтому политика, вот поэтому мы влияем на веб-анимацию, потому что нам деньги не приносят. Да нет, да они все сразу забрали, ну в смысле? Что, они год сидели такие, осенью без денег, а потом такие, ооо, 5000 долларов не получаем каких-то, условно, я не знаю, сколько. Нет, 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 ну просто, к сожалению, канал именно сейчас попал под проверку. Ну, типа, так бывает, и все. Ну да, давай, дальше продолжаем. Нормально отвратно, ведь даже здесь не получится убежать от проблем. К слову о них. В своей телеге я буквально на днях писал о том, что последние полгода у меня в жизни творится какой-то тотальнейший пи***ц. И как понимаете, именно по этой причине ролики не выходят. Ого. А сил у меня чаще всего хватает только на стримы, и то довольно бреденькие. Я, конечно, стараюсь со всем справляться. Скоро вот сессия кончится, и я надеюсь, что после нее я смогу вас немного порадовать своим контентом. Не забывайте смотреть хорошие мультики, пока я отсутствую. Я за вами слежу. Мир вам, еще увидимся. Леша? Вот. Ну, короче, я понимаю, почему так люди считают, и, естественно, я бы, может быть, тоже бы так посчитала. Просто, как бы, мы можем говорить свои колокольные, да, как, конечно, конечно, тоже наше мнение, но почему можем говорить? У нас такой контент, он достаточно потоковый, да, мы, как бы, реакцию выпускаем каждый день. И очень часто сталкиваемся как раз таки с... Такими проблемами. Да. Где-то бывает АП, где-то будет блокировка полностью у всех стран, где-то желтуха прилетает. И ты, когда очень много роликов публикуешь, ну, как бы, у тебя уже нарабатывается какая-то база и какое-то понимание. Что ты можешь цензурить, например, что ты не можешь цензурить, что ты, допустим, выложишь, и, допустим, оно наберет, либо не наберет, почему какие-то ролики хорошо продвигаются, какие-то нет, да. То есть ты уже, в принципе, понимаешь, потому что у тебя, как бы, этого очень много. А когда авторы выкладывают, ну, не так часто ролики, я понимаю, потому что, естественно, это не в укоры, если что. Я понимаю, что анимация-то капец какая сложная, серии делаются очень долго, а просто ты сталкиваешься и думаешь, блин, вот ним походу эти АП начали делать и вот начали делать, как вот война началась, как вот ввели санкции, значит, это вот связано с тем, что вот санкции ввели, и поэтому они все теперь хотят. На самом деле нет, просто так совпало. Ну, типа, так реально бывает. На самом деле может быть даже такое, что он пройдет канал-проверку, потом, типа, от тебя отстанут, и потом ролики могут спокойно выкладывать с этими авторскими песнями, они будут висеть. То есть, может быть, даже такое. Но это рандом очень сильный. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.